дорогие друзья доброго времени суток меня зовут гудмен и мы проходим сегодня бонусную главу в игре алый дозор волки в лондоне напомню это пятая часть также серия называется вермильоновый дозор в зависимости от локализатора и как обычно я хотел бы поблагодарить во первых спонсоров за поддержку в развитии канала список сейчас вот уже где-то должен был появиться а также команду гангстер им за предоставленную версию перевода так ну давайте искать собственно бонусную главу дополнительная глава то есть не здесь я так понимаю просто видите у каждой студии по-разному то есть или fun games нажимаешь игра появляется сразу а у этих бонусным вообще каком-то разделе так насколько я помню нам осталось 6 или 7 лапок то есть локации будет не очень-то много блин что же они такое придумают чтобы заинтриговать мне вот понимаете что больше всего интересует я вчера очень долго снимал и получилось очень большое видео я даже подготовил какую-то речь что есть немножко хотел пообщаться о том насколько получилось классная игрушка но у меня это вышло практически в пять минут я подумал что из-за большого видео лучше оставлю это я на сегодня поэтому если бонус на глава будет не очень продолжительная то внутри 4 поговорим еще вообще о самой игре так велосипедное увлечение тех годов помогло развитию феминистского движения позволив женщинам стать более независимыми и мобильными любопытно больше всего что а рэндж а у нас калапланюбод и на малыш ретер маш the the hands в россии в варде чую дисковать и нанкран мы на шри а для гео dealtюр вичи выствующий лет то есть пока как бы нам предлагают просто какую-то маленькую историю фактически никак не связаны от матча с чем салаз визите лондон дорожки от речи and then abuse the power my man and i every stock in the natal us we appreciate your help locating and delivering the animals pass through the customs office get below the bridge and head underground you need light down there не ну почему бы друзья нет совершенно новая линия то есть точнее получается совершенно какое-то новое небольшое расследование этой вот команды алый дозор или вермильоновый дозор как хотите называйте сути по моему это не меняет еще пять всего лишь локация вот видите другой вопрос насколько схалтурит здесь разработчики то есть будет ли какие-то повторения не знаю чуть такое пока но и слава богу наверно это не суда там и здесь были плитки не хватает 1 а рыбный рынок хорошо как же здесь сильно пахнет рыбой вряд ли что-то сможет перебить этот запах так где моя лапка ламп один из восьми щит два щита романтическая палка хорошо где здесь лапа вот она отлично вряд ли этим отковырять боже ты мой я не думал что мы такой херунда липкая палочка любопытно то есть в теории наверное можно залезть по тот слив и взять он только что где-то рука появилась нет казалось и взять то что там было под этим спрятано под решеткой ну да принципе тоже неплохой вариант все мы теперь даже не будем взламывать замок в кои-то веки то есть у нас есть замок а мы к нему не прикасаемся а это видимо надо такое-то количество расположить но суть такова скорее все будет все ясно это стоит стабильно поэтому отсюда мы убираем как тут как бы уже есть сто процентов правильно расставлены то есть вот этот ряд и этот он логически будет верен как-то как-то так так пока не вижу лапы я друзья а вот она отлично так по списку по списку ну ладно ругать тоже пока не будем мне нравится что разные локации знаете иногда и правильно сделать то есть бонусную главу по сюжету чтобы она отличалась от того что мы видели в основной главе то есть чтобы они но практически никак не были связаны но если части связаны сюжетно то есть там 3 с 4 там первое с 3 там и тому подобное как это здесь то весьма актуально сделать просто какое-то маленькое небольшое расследование для погружения в эту историю в этот мир то есть какие-то подробности просто о чем-то или о ком-то узнать это всегда здорово вот по здорово помогает погрузиться в саму игру так что я пока ничего плохого вот в этом сюжете не вижу то есть да он такой знаете притянутый скорее всего за уши но не суть главное что это знаете как не высосано с пальца что там кто-то там кого-то еще оказывается заразил и кто-то где-то еще бегает по лондону и вот что то есть вот если брать основную главу оттуда можно с пальца высосать какой-нибудь сюжет такой банальный у элефантов получается иногда хороший бонусная точнее хорошая бонусная глава но там чаще всего берет геймплейная часть но у них есть такая фишка очень глупая которую я не люблю мы очень часто бывает в бонусной главе за кем-то гонимся то есть переходим на какую-то локацию видим спину злодея там или какого-то персонажа который убегает потом мы проходим эту локацию переходим на следующую опять он там что-то там за собой рушит и бежит дальше и вот так локации 5 то есть но ну блин ну куда уже хуже но повторюсь в геймплейном плане элефанты всегда вот всегда практически хорошо справляются это было рубин моему цвет был не тот ну ладно я может быть что-то не увидел да я к тому в сравнении виду потому что прошлая игра наша которую мы проходили проклятый отель нет сказочные грим тейлз мне очень расстроили элефант геймс я такой слабый бонусной главы блин я даже и не припомню может где-то было вот но я даже не уверен что вот так слабо когда-нибудь элефант геймс бонус сделали но это опять же конечно естественно мое мнение и не знаю нравится вам не нравится но я люблю проводить какие-то параллели между разработчиками между частями на мой взгляд это все равно один жанр над которым следует работать и фактически все разработчики находятся в какой-то одной лодке да она большая у каждого естественно есть какие-то собственные идеи но на мой взгляд жанр ну не то что себя он не изжил себя но большинство интересных идей они уже реализованы вот в каком направлении двигаться дальше я не знаю гру мне вот очень нравится как круто выглядит уфер на мой взгляд вот это вот тот эталон которому сейчас должны стремиться остальные студии возможно с коммерческой точки зрения это не совсем выгодно потому что игра большая с красивыми роликами вот но если те же элефанты там madhead games там кто там еще может быть там но и пикси ушли тоже студии много five band games будут делать там не пять условных игр в полгода одну но такую возможно с коммерческой точки зрения они проиграют в чем-то но вот с точки зрения развития жанра это будет для всех огромный плюс листья мяты медный кораблик штопор и куча куча ламп я честно пока играю друзья вообще даже не думаю просто играю так сказать на инстинктах вообще никаких усилий не как говорится не предполагая просто вот все делает все делаю час рефлекса огромное фигурное что же и чем-то как и вы да вы станет вот у так может быть кораблик здесь нет нет что мне здесь уж теги-то дорожка это было где-то я ее видел хорошо ну здесь вроде бы они очевидно кстати тут то может быть блин из плитка которая не двигается нету плохо что может быть и так может быть и так хорошо если тогда абстрагироваться тогда вот это сто процентов надо плясать от нее допустим а если плясать от нее счета я пока тут не вижу каких-то может вот так шо нет ну отличные здесь пазлы вот за что и стойте может плитки ворочаются нет не меняются точнее слава богу наверное слава богу минуту к это подходило бы круто она к сожалению не подходит а у нас таких вот чтобы ты еще подходишь ну тогда получается а а вот смотрите линия выходит вот собственно и решение это очень здорово смотрелось бы так может быть так значит это не здесь будет здесь будет вот эта фигура так хорошо процесс пошел не так быстро как наверное хотелось бы кому-то но он пошел здесь может быть нет так с может быть здесь так ух ну не сказал бы что сложный пазл но в то же время такое знаете как бы надо с налета так не решишь ух ты а вот это интересно 1 картин с от вас до костюм за офиса а вы супер знал он вазан к кафу сам он из тройки саботажа с огос тела раз вот в этой серии я бы допустим посоветовал бы разработчику ну естественно серия закрыта потому что эпикса ушли на мобильный рынок вот но если бы я был какой-нибудь там не знаю какой-то голос имел бы во первых сделать в какой-никакой дневник чтобы там одну какие-то общие детали отслеживать потому что молит это очень важно просто делал свою работу согласен тут без слов вот и можно было бы сделать тут же есть какая-то встроенная типа энциклопедия по персонажам я помню что первых частях это точно было сейчас я этого не вижу тут на локации всего лишь осталось представляете кораблик на маги то надо ставить нет как не хватает якоря блин все равно кого не хватает я что-то пропустил друзья я что-то пропустил может что-то где-то открылась когда она по ушла там откуда-то что-то пропустил либо ранее либо все-таки здесь потому что продвинулись мы довольно далеко никаких претензий не было то есть нас пускали дальше по сюжету а тут обломчик получился вот якорь это хорошо якорь по моему здесь надо было использовать так ну типа ключи я так понимаю правильно повесить да вроде не самая сложная задача стоп что-то ключик я не вижу или я взял какой-то неудачный что-то ключик я не вижу или я взял какой-то неудачный не отсюда вы серьезно ну да возможно вы правы ключик ключик туннелю да и не хватает фонарика друзья то есть надо найти где-то еще две лампы у меня только одна и и что и штопор представляете то есть один фонарик здесь тогда получается я где-то не использовал штопор мне вообще предметов нету блин да вы что серьезно так ощущение что я уже почти прошел то есть остались одни какие-то фонари одна локация может быть так тут какая-то непонятная фигня за головоломок как бы смотрю еще прилично тут есть серьезно как и одну лампу предполагаю что вот вот она до отлично вперед с музыкой песни так типа осветить наверное все дорожки посвятить все туннели но вот это что такое ничего давайте начнем с того что здесь есть мертвые зоны типа вот это вот это вот место которое освечивается только с помощью вот таких вот позиций это нам позволит сэкономить немножко на вот таких вот моментах дальше вот здесь ставите ниже смысл лучше поставить здесь потом поставить здесь и использовать одну вот здесь короткий путь сделать одна точно будет здесь нас остается две лампы смотрите одну ставим здесь вторую ставим тут можно было даже сразу три исключить место было бы еще проще он сошел с ума надеюсь мы снова его поймаем тайны за пьесы вы констов далек дисплейс по флату фаст веке и таки это смолы спецназ паралин трасс 3 бегло он стиле и нелогично ли поступить по-другому вас много вы можете с большими разобраться я уж как-нибудь маленьких подхвачу так медведи ненавидят смесь запахов винограда грибов и мяты морской лев никогда по своей воле не покинет место где сильно пахнет рыбой крокодилов можно приманить вибрации под водой они обязательно поплывут ближе чтобы почувствовать ее надо охотник так мы собственно друзья тут кого-то нету действительно что мне делать хороший вопрос короче вот этой последних локации они немножко подпортили все-таки на мой взгляд можно было что-то придумать завязкой на шестую часть которая у них вышла то есть ну как-то вот заманить а ты подогрела бы интерес и подчеркнула бы что разработчик мыслит немножко дальше то есть вселяет какую-то определенную эту не кидает серию очень жалко то есть мне кажется что то интереснее можно было придумать я не знаю чем будет следующая часть но тут они немножко подпортили опять же мое мнение его не навязываю но я люблю когда есть какие-то вот моменты с открытыми финалами то есть чтобы мы рассуждали предполагали чем все закончится но никаких объяснений разработчик не дает либо с каким-то таким намеком на то что мы потом в будущем возможно какие-то подробности узнаем того что случилось сейчас то есть это даже с точки зрения маркетинга позволяет следить за развитием серии то есть тебе понравилась часть вот эта часть допустим не понравилось я бы вполне допускаюсь бы здесь была какая-то интрига я бы вот следующую шестую прошел бы через игру по тому условно а сейчас я уже не уверен что я буду проходить эту игру через игру 6 имею ввиду что есть там еще много других игр которые по выходили пока я отсутствовал там не буду их называть но некоторые серии которые мы раньше проходили появились продолжение правда не знаю хорошие нехорошие но тем не менее люблю вот не знаю мне очень нравится с эстетической точки зрения вот сцены поиска по силуэтам есть красиво так нарисовано снизу аж хочется просто поискать на и и и и и прокисшее вино так стойте медведи ненавидят запах винограда грибов и мяты сильно пахнет рыбой и вещи которые мне в принципе я пока не очень знаю что мне тут делать с этим попробуем на них поиспользовать может кому-то что-то здесь но тут никакой вибрации правда нету то есть тут как бы пока все у меня еще не все готово надо идти изучать прошлые локации на чтобы где-то делать с грибами что-то или с остальным что я как то не уезжаю вроде бы все локации открыты да а вот что дальше я пока как-то не уверен что я знаю что делать ручки нету этого нету а кстати грибочки то можно сюда использовать и вино сюда залить так только что дальше вообще непонятно смешивайте ингредиенты согласно рецепту нажимаете стрелки вверх вниз для перемещения клапана а стрелки по бокам для переливания ингредиентов из одного резервуара в другой так один гриб две ягоды один такой и три таких и не очень понимаю как это работает а как это работает что это такое вверх и вниз для перемещения клапана с бокам для переливания я не понимаю все я понял блин сразу не понял ерунда какая-то то есть это сверху идет нет сюда ничего не переливается если я нажму так перельется верхняя позиция я что-то понял а внизу должен быть гриб самым да значит все нафиг выливаем отсюда а чё не выливает ничего не понимаю какого фига ты не выливаешь а а а да интересно так если я беру 2 как он сейчас перельется будет сверху то есть он снизу он получается сверху я начинаю понимать как эта штука работает немножко только пока еще не до конца я уверен в том что я делаю друзья но тем не менее вроде какой-то смысл пошел нет не так он должен был а ну да все правильно должен был так и сделать а и а и 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 так ну в общем что-то мы сделали едкая жидкость дима кого-то сейчас прогоним из животных так а это что шесть раз а где выход здесь вообще где здесь выход выход где вот это вот это какой выход здесь ничего не понятно ну все суда то все получается всего так вывести из подвала медведя но что дальше никаких предметов мы не дали но мы в общем с медведем разобрались что дальше морской лев никогда бы не сильно пахнет рыбой то есть то есть что-то где-то я понимаю должно было случиться потому что ну а как иначе видите нас решили закинуть этими пазлами я пазлы люблю я поэтому не сильно то против что они творят здесь кто-то видимо против а может быть и так не факт нет не подходишь ты здесь блин суда будет проверочный билет ясно это суда 862 не понял что это было так расположите плитки так чтобы фрагмент одного цвета составляли единую линию не все плитки можно передвигать не понял как это делает что за одна линия какая линия блин я не понимаю я не понимаю какая линия типа такого или что или чтобы она непрерывная было типа вот как-то идиот она ну да тут типа непрерывная получилась допустим 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 а тут какие-то сделал даже не понял если честно что-то с рыбой сейчас будет связано один есть осталось двое что-то а за луны блин как эту задачку не люблю друзья вы не представляете я не знаю как это решается болин я не умею это решать если честно я иногда не очень понимаю как это работает ага то есть где уходящие где логически все это можно восстановить повезло как то что здесь не так заморочено бывает настолько заморочено все это что ухты класс вот это сцена поиска друзья попробуйте найдите все вот эти молнии насколько же актуально блин точнее насколько круто подобрана вот эти как как круто здесь разработчик выкручивается вот имея малое количество локаций насколько здорово они все это преподносят в том плане что здесь много сцена поиска много головолома то есть это гораздо актуальнее вот в наши дни по крайней мере это смотрится более свежо интереснее чем вот эти многочисленные сцены поиска но это вот со сцены поиском вот здесь огромный плюс мне блин там подход нравится когда не думал что буду так хвалить айпиксов что-то я уже буду думать что мне их будет не хватать в этом жанре как-никак но немного сил приложили чтобы это у них конечно больше на конвейер похоже но тем не менее какие-то идеи иногда интересные проскакивают проскакивали чем они занимаются мобильном рынке это уже вот классная кто хочет много предметов найти за короткий промежуток времени так рыба но все понятно второе животное по 15 рыбин то есть это занято да или что нажимайте на пол чтобы создать для морского льва дорожку из ограниченного количества рыбы направьте его прямо к выходу то есть вот это выход я так понимаю я не знаю тут по моему все просто как бы не очень сложный пазл хорошо хорошо проверочный билет 237 давайте теперь его пробьем заметьте пазл уже мы не решали давай чё там у тебя последний щит уж ты правильном мы могли еще вот с теми цветами тоже какой-то пазл преподнести думаю кто против не был бы так расположите щиты руководствуясь визуальной логикой люблю визуальную логику но 4 значит здесь потому что нет факт я бы так расположил что не так ну смотрите это суда это туда что-то 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 будет после стрима мой стрима после записи может быть я чё-то не доглядел но на мой взгляд и первое решение тоже было верно так глаз и сова где тут совушка наша вот она а второй заход он даже сейчас интересно что даже не буду средь вниз сколько я смогу найти предметов не руководствовать списком снизу ну как то так брошь цветок остался может это ну так себе сына поиска но даже к месту как бы тайник за этой штукой не так все плохо но камертон это естественно очень сильная вибрация так но что здесь приманить крокодил он будет плыть пока не доплывет до развилки вы можете использовать камертон только семь раз иначе крокодил уплывет 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ну как-то так друзья ну как-то так друзья ну-ка последний ролик у нас будет немножко времени поговорить и получилось очень коротко если честно ну что друзья вот такая бонусная глава не очень продолжительная на мой взгляд немножко смазанная в том плане что я свою мысль озвучил можно было сделать какую-то наводку на следующую часть это смотрелось бы интереснее свежее и воспринималось бы гораздо интереснее вот но сама реализация очень любопытно то есть не очень много локаций но довольно приличное количество головоломок причем их можно было еще увеличить за счет какой-то вариации то есть вот как мы животных выводили оттуда можно было то же самое там где-то еще что-то похожее прилепить но тем не менее я считаю бонус не то чтобы какой-то супер но вполне нормально учитывая количество локаций учитывая что практически все они были новые и такая небольшая история правда вот немножко смазаны но в целом на там семерочку какую-то условную шестерочку пойдет потому что основная часть у меня отняла много сил а вот здесь я просто отдохнул ну если подвести какой-то общий итог постараюсь восстановить те мысли которые были у меня вчера после продолжительного прохождения на мой взгляд это самая сильная часть в целом серии по крайней мере по тому восприятию которое у меня есть сейчас потому что мне понравился общий сюжет не понравилось расследование интересные такие были вот эти вот то есть каждая локация куда мы перемещались это практиковалось во всех частях серии предыдущих но вот именно здесь очень здорово вот мне кажется каждое расследование но понятно было как маленький детектив но вот именно здесь локации были но не то что максимально разнообразными а подход к ним был абсолютно разный то есть как это более подробно пояснить я не знаю но может быть вы меня и над и таким образом поймете во вторых из минусов скажу что не хватило немножко какому какой-то харизме наверное главному злодею то есть красная королева она действительно ощущалась какой-то могущественной дамы которую мы не можем поймать на протяжении многих частей и она вызывала своего рода уважения то есть она очень долгое время водила всех за нос фактически была среди нас то есть вот чего-чего а в любой игре важен хороший злодей вот вспомните даже вот совсем другая параллельного тот же far cry 3 то есть первая часть вышла феноменальной классные полюбилась многим до сих пор у меня это моя любимая игра вторая сделали большой открытый мир но игрушка мало кому зашла и в третьей сделали то что было в 1 2 потянули обе планки но создали классного антагониста этот антагонист фактически продал игру потому что реализация все-таки была еще как бы далека от идеала если посмотреть будущей части то есть там еще было на чем работать но антагонист просто вытянул игру если вы посмотрите на какие-то популярные франшизы которые хорошо продавались вы увидите что главный злодей это очень и очень важный элемент понятно что требовать чего-то такого вот таких играх на маленьких низкобюджетных очень наверное неправильно будет но в то же время с той же красной королевой айпиксов же получилось если взять тот же попыт шоу там тоже интересная сюжетная линия получается то есть то девушка которую мы считали долгое время очень плохой дамочкой она мне тоже были свои причины и нельзя разделять просто мир на черное и белое всегда в каждом человеке в каждом персонаже можно найти как положительную так и отрицательную сторону главное разработчикам правильно это показать вот здесь опять же мне кажется не хватило немножко вот то есть они подняли планку злодейства в этой серии и вот пятая часть плане злодея да это было неожиданно я честно немножко ну я ожидал кто подвох от этой дамы но вот что именно она кажется вот и коварный план был просто поставить себя на ноги ну может быть кто-то из вас до этого догадался но тем не менее хотелось бы что-то вот более глобального наверно то есть плане реализации у меня вопросов к эпиксом нет у них все сработано на отлично уникальные головоломки не похожие ни на что интересные сцены поиска вполне добротная музыка то есть хорошая озвучка есть проблемы с рисовка но это у всех эпиксов я считаю что художникой могут лучше сделать вот игры этого жанра то есть тому показатель другие разработчики у которых не так все удачно в других аспектах игру нарисовку у них значительно лучше выдержана вот и сюжет опять же эпикс и молодцы но вот здесь немножко вот не дотянули все таки то есть игрушка получилось весьма добротная и 8 баллов поставлю если брать по 10-бальной системе вот но тем не менее в некоторых аспектах можно было спокойно вывести на девятку то есть выше вряд ли бы прыгнули потому что не рисовка не масштабность не отсутствие дневников то есть какой-то погруженности в игрой от этого не хватает для максимального восприятия вот того что происходит на экране но тем не менее получилось довольно крепкая хорошая работа спасибо и пиксы за столь хорошую игру и на этом друзья все большое вам спасибо за просмотр играйте только в хорошие игры всем пока пока и до новых встреч